Я год назад, в апреле, в апреле прошлого года, я дышу в него, я принесла, привезла, пригласила этот проект сюда, была его первым куратором, вот, примерно, чуть меньше года, но хотя, если честно, апрельскую курилку, как бы, я нашла спикеров, наверное, можно сказать, что я год его вела, ну ладно, меньше года на один месяц. Я вела проект, очень рада, что он продолжается, вообще, я хотела прям на год, типа, выступить, но у меня не получилось, вот, я сейчас буду рассказывать, я закончила ИСТФАК, работала три с половиной года в школе, учителем истории общества знаний, поэтому я буду рассказывать про историю. Очень люблю 20 век, было сложно выбрать что-то именно в 20 веке, потому что я считаю, что это один из самых крутых периодов в истории, ну вот просто круче нет. У историков так, что кто-то любит там 19, кто-то любит там средние века, конечно, они тоже очень прикольные, интересные, но для меня персонально 20 век это самое крутое вообще. Все, что только может быть интересного, есть в 20 веке. Везде тоже что-то интересное есть, но в 20 этого интересного больше всего. И я буду рассказывать о периоде, который был именно между двумя мировыми войнами, то есть я не буду говорить про Первую мировую войну, если кто-то видел анонс в группе, то там было отличное видео, которое записали к годовщине Первой мировой войны. BBC решила каким-то образом сделать популярной эту тему, и они сделали рэп-баттл лидеров стран про Первую мировую войну. Ну вот можете на YouTube найти, очень веселые, там правда ругаются они, но все равно очень забавно. Ну это же рэп-баттл, они должны ругаться. Вот. Но я немножко совсем чуть-чуть скажу про Первую мировую. Больше всего именно тот кусок, который был между, то есть после Первой мировой и до, получается, до ввода войск в Польшу, то есть уже до фактического начала Второй мировой войны. Вот. Собственно. Европа между двумя мировыми войнами. Я уверена, что все, кто интересовались, в принципе, историей, литературой, Первая мировая война, и вот этот период первой половины 20 века, он зачастую связан с ремарком, ну как человеком, который пережил это и в каком-то бытовом смысле представил то, как видят, как увидели люди Первую мировую войну. И у него в романе «Три товарища» он как раз пишет, что эта война, она изменила нас, что мы пришли туда молодыми, верящими в чудеса, верящими в эти лозунги, но ушли оттуда уже совсем другими. Когда они вернулись, что у него во многих тоже его произведениях есть, они вернулись уже теми, кто не верил. То есть в романе «Возвращение» им пришлось опять вернуться в школу, чтобы закончить образование, потому что им там с последнего класса, по-моему, они ушли. И вот они приходят в школу, и перед ними выступает директор. Он пишет, что это директор, которого мы боялись, там все учителя, которых мы боялись. И вот они нам рассказывают, что ребята, вам нужно ходить на классы, вам нужно там то-то-то сдавать, а на них это уже не производит никакого впечатления, после того, как они провели несколько лет на войне, видели гибель товарищей, голод. Ну и вот, и вот это все поколение, вообще, в принципе, поколение европейцев после Первой мировой войны, это именно потерянное поколение. Ну и вот тут как раз цитата, что они писали статьи, речи, но мы уже в них не верили. Итак, итоги Первой мировой войны. Если кратко, то почему я конкретно пройдусь? Конечно, можно очень много рассказывать, но, в общем, я возьму только некоторые пункты. Территориальное изменение, распад империи, революцию, гражданские войны, экономический кризис и появление первой организации или гонаций. Я бы ее, если честно, не взяла, но она так или иначе завязана с событиями дальнейшими, поэтому я про нее расскажу. Итак, про территориальные изменения и развал империи. Основным, если вы просто будете искать какие-то итоги Первой мировой войны, то один из основных итогов — это распад целых четырех империй. Российская империя, Османская империя, Германская и Австро-Венгерская империя. В принципе, здесь, на этой карте, тут отображены территориальные изменения. В общем, получилось, что, если посмотреть и так немножко подумать, можно сказать, что основной целью держав, которые победили, было попилить то, что было у Германии до. Но Германия в конце XIX века объединяется, до этого она была в таком разваленном состоянии, и как только они объединились, они решили, что они империя, и они могут захватывать очень много всего. Потому что у всех вроде как есть, у Великобритании есть колонии, у Франции есть колонии, а у нас как бы нет. Ну и они тоже решили захватывать колонии. Но после Первой мировой войны все их колонии попали под управление Лиги нации, в которых фактически были руководители Великобритании и Франции. То есть, получается, они забрали их колонии. И помимо того, здесь то, что касается распада Османской империи. Османская империя вообще очень интересная государством. То есть, она была настолько огромной, вот это, наверное, последняя империя, которая была в Европе, существовала длительное время, и после Первой мировой войны она распалась. Но, как бы, вот эти конфликты, которые там были, они достаточно длительное время еще существовали. В общем, получается, что это то, что касается в мировых масштабах. То есть, у Германии отобрали частью колонии. Дальше, то, что касается Европы. В Европе в связи с распадом энного количества империй появляется достаточно много новых государств. То есть, появляются Австрия, Венгрия, Чехословакия, Болгария, государства сербов, хорватов. Там появляется Польша. Польша отходит половину территории Германии. Появляется еще Даньцет как отдельный город, свободный город. Ну и, в общем, все достаточно так. Очень много всего нового появляется. И, зачастую, страны, которые находились долгое время под властью империи, то есть, у них не было, ну, как бы, какого-то суверенитета, они оказываются в ситуации, когда им нужно решать, по какому политическому пути идти, что делать дальше. И очень многие из этих стран, они начинают подхватывать коммунистическую идеологию, потому что, ну, они, как бы, пожили в формате империи, и им там не понравилось. А тут, как бы, Советская революция, и все в этом роде. Ну, они тоже, как бы, решают попробовать, но ни у кого особо это не получилось. Вот. И теперь то, что касается конкретно Германии, позиция ее оказалась очень незавидной. Для начала. Вот все, что здесь, это вся территория Германии, которая была после, как раз во второй половине 19 века, там, по результатам франко-прусской военной деятельности, Бисмарка. В общем, все у них было хорошо, пока Бисмарк не ушел с поста, и потом все стало плохо. То, что желтым, это те территории, которые, в принципе, у них, я знаю, можно? Которые у них, как бы, отобрали по результатам флебисцита. Это, ну, типа, как бы, мы проголосовали, что мы больше не хотим находиться в ваших границах, и эти территории ушли другим странам. Область, которая на границе с Францией, это была самая, наверное, большая потеря для Германии, потому что это территории, которые были промышленной зоной, промышленными районами, и они, ну, как бы, имели большое значение. Они ушли под руководство Лиги нации, ушли под руководство Франции. Помимо того, часть Германии, Германия, по сути, оказалась разделена. То есть, часть территории ушла в Польшу, появился Данцик, и вот этот вот промежуток, он тоже оказался не у них, не в их границах, не в их территориях. И, по сути, если там, как бы, считать, то примерно одна восьмая часть территории Германии, она оказалась у других стран. Притом, это территории, на которых было большое количество населения, на которых была развитая промышленность. И это вполне можно, ну, как бы, наверное, этим можно объяснить то, что у немцев были несколько не очень хорошие настроения после подписания всех договоров. Вот. Основа мирного регулирования после Первой мировой войны — это Версальская система, Версальские соглашения, которых во многом вдохновителем этих соглашений стал Вудро Вильсон. И его 14 пунктов на тот момент президент Америки. Вы можете, наверное, удивиться, при чем тут Америка, но, в общем, под конец Первой мировой войны они оказались при чем. И он выступил, ну, как бы, идеологическим таким руководителем. Он вообще считал, что я принесу сейчас мир в Европу, мир во весь мир, и все будет хорошо. Но в эти 14 пунктов входят достаточно жесткие требования к Германии. Входит, например, там, армии у них не будет, там, морского флота у них не будет, территории отчуждаем, колонии берем под контроль. Ну, и такой достаточно большой список. После чего, как бы, это было подписано, но, в целом, отношение к этому миру, даже если смотреть, там, например, в других странах, то даже в России его считали грабительским. То есть, ну, абсолютно неприемлемым. Казалось, что такой мир страна, в принципе, ну, не должна согласиться, но в Германии на тот момент выбора уже особо не было. Теперь по поводу революции, как бы, еще один момент. Почему у Германии не было выбора? Потому что к тому моменту с правительством там уже становится все совсем по-другому. Там происходит Ноябрьская революция, и, как бы, образуется Веймарская республика. А, ну, как бы, учитывая, что война очень истощила ресурсы, основная задача была хотя бы какой-то мир заключить, чтобы можно было начать поднимать экономику. Ну, и, собственно, они его заключают. Помимо того, после распада Османской империи происходит Кемалийская революция. Ее руководитель был Ататюрк. Если вы ездили в Турцию, то вы, в принципе, с ним знакомы. Он у них на всех купюрах, и они его все очень любят. Ну, фактически национальный герой. И, кстати, не просто так, потому что большую часть реформ, которые он провел, он, по сути, вывел Турцию с того, как бы, ну, вот, на современный, на тот момент уровень он провел очень много демократических реформ, и они, как бы, встали, ну, где-то практически вровень со странами Европы. Революция Астр в Венгрии. Почему? Что там случилось? Австрия и Венгрия, у них всегда было очень забавное положение, потому что у них всегда было, как бы, два парламента. То есть это, как бы, одна страна Австро-Венгрия, но они в разные периоды управлялись, как бы, половинчато. И Венграм на период начала Первой мировой войны уже не стало нравиться, что их в армию отправляют, что у них там налоги повысились, и все в этом роде. И к концу войны это уже откровенно их разочаровало. И, собственно, происходит революция Астр. Она была тоже такого социалистического толка, как и большая часть революции того периода. И они, получается, ну, попробовали перехватить власть. То есть там какое-то время была что-то вроде коммунистической организации, большевистской партии местной, но они долго не продержались. Потом у них была реставрация, потом пришла опять монархия, и все успокоились. Долго, ну, как бы, социализм в Венгрии не просуществовал. Революция в Италии, она, ее очень сложно назвать прям революцией, вот именно с 18-го года, потому что у нее было такое затянутое положение. В 18-м году там начались запастовки. В принципе, Италия 20-го века, и, в принципе, Италия, наверное, даже сейчас, это такой регион не самый благополучный, потому что у них всегда был большой разрыв между севером и югом. Юг нищий, север более богатый, более приближенный к другим европейским странам. И вот на этом конфликте, собственно, Муссолини в том числе и сыграл. И октябрь 22-го года, это как раз поход на Рим, когда он фактически захватывает власть. Ну, то есть с 18-го по 22-й год у них было вот это вот, как бы, постоянные запастовки. Они то затихали, то опять возобновлялись, потом, как бы, а на фоне этого партии уже есть чем работать. Дальше гражданская война в Испании. Если вы помните фильм «Офицеры», там есть момент, когда как раз показывают, ну, как бы, историю этой офицерской семьи, и там один из родителей, один из героев, он в Испании тоже участвует в гражданской войне. Почему я ее все-таки включила? Потому что последние две, ну, как бы, революции в Италии и гражданская война в Испании, они имеют сходные черты, потому что в итоге к власти пришли диктатуры. В Италии это Муссолини, а в Испании это диктатура Франко, которая просочетала до 1975 года. И, кстати, интересно, что, ну, вот у нас бабушки говорят, при Сталине такого не было, а в Испании бабушки говорят, при Франко такого не было. Ну, то есть он как-то у них ассоциируется, наверное, с чем-то таким же. То есть вроде как бы и жесткая какая-то диктатура, но вроде как бы было лучше. Вот. И теперь чуть-чуть побольше про Ноябрьскую революцию. Не знаю, можете прочитать, но самое важное здесь то, что была создана Веймарская конституция. По сути, многие историки считают, что именно Веймарская конституция и Версальская система, то есть то, что очень многие территории отобрали у Германии, там как бы она выплачивала репарации. Кстати, репарации она выплачивала вплоть до 2010 года, они закончили выплачивать репарации. Не потому, что их было так много, просто потому, что они выплачивали их до 1933 года, потом Гитлер сказал, что мы не будем это выплачивать, потом они, когда проиграли во Второй мировой войне, они тоже их не выплачивали и опять начали выплачивать только в 90-е годы. Ну, как бы вот с такими перерывами они все-таки в 2010 году выплатили все деньги. Вот. И Веймарская система, после всей вот этой революции в Германии, Веймарская система, она заложила законодательную основу для того, чтобы нацистская партия смогла, ну, как бы подстроить и все-таки прийти к власти. Потому что там был такой закон, что, ну, общий смысл у вас водился к тому, что при определенных ситуациях, если парламент голосует большинством за чрезвычайные полномочия, то как бы так и происходит. Ну, и просто потом в 1933 году они как бы симулировали этот процесс. Ну, и, в общем, в принципе, главное вот здесь то, что Веймарская система плюс Веймарская республика — это не очень хорошо. И есть карикатура, на которой изображена, кстати, вот, ну, как бы логика ее в том, что именно из Версальской системы появилась партия Гитлера. Притом эта карикатура не сказать, что там какого-нибудь с 30-х, 40-х годов, то есть это уже как только кризисные явления начались в Германии, людям стало понятно, что, наверное, Версальская система была слишком жесткой. Но все равно это ничего не поменяло. По поводу экономического кризиса он на самом деле был, ну, во многих странах, сильнее всего он сказался на Америке и на Германии. Во Франции, Великобритании, в странах Европы он тоже был, но там они смогли каким-то образом его урегулировать. Основное решение всех проблем было увеличение роли государства в экономике, там дополнительные рабочие места и все в этом роде. Но вот по поводу экономического кризиса в Германии у Ремарка тоже в черном обелиске. Он как раз рассказывает, если кто читал, там такая история про то, что у них было похоронное бюро, и там был очень дорогой обелиск. И один не очень умный продавец его продал. А те, кто как бы понимал, что это единственная ценность, которая есть. Деньги, курс денег менялся раза три в день. И то есть этот обелиск, когда его продают за тысячу утром, уже вечером он мог стоить пять тысяч, десять тысяч. Ну то есть деньги были просто бумагой. И есть очень много фотографий, там, где дети играют с деньгами в Германии, или там, где женщина с денег делает платье себе, ну и сидит так, покуривая сигарету. В общем, очень много всего такого. Деньги просто стали мусором. Только материальные какие-то ценности имели значение. А по сюжету романа, вот эту самую материальную ценность, самую дорогую, он продал. Ну и там все, как бы очень много событий, но крутится оно вокруг этого. И, кстати, интересно, что в этом романе, в том числе, наверное, немножко отражается настроение народа, и немножко говорится о пропаганде нацистской партии, потому что там есть момент, когда они заходят в какое-то заведение, и там сидит рабочий и слушает радио, по которому как раз вот идут вот речи про то, что немцы там унижены, у нас нет работы, у нас нет денег, и все в этом роде. Вот. По поводу инфляции здесь такая небольшая схема, то есть можно себе примерно представить с 20-х годов до 30-х, до конца 30-х. Инфляция во многих странах, но все-таки в США и в Германии, наверное, ситуация была все-таки самая такая, не очень хорошая. Фактически это гиперинфляция, то есть когда... Ну, у нас было что-то подобное, в принципе, вы можете себе представить. По поводу легенации. Она существовала с 20-го по 46-й, потом ее заменила ООН, но Лига нации — это первая такая международная организация, и, по сути, она стала в глобальном смысле бесполезной. Ну, то есть, да, они смогли решить какие-то гуманитарные проблемы, смогли разрешить ряд небольших конфликтов, но в крупных конфликтах они, по сути, проиграли, потому что была агрессия Японии в Маньчжуре, они ничего не смогли сделать, агрессия Италии, они ничего не смогли сделать, и, наверное, главное, что они не смогли урегулировать, это то, что происходило в Германии, и то, что стало, собственно, причиной Второй мировой войны. Ну, и, кстати, когда в 1939 году исключили СССР, там осталась только Великобритания из великих держав, а все остальные не имели особого права. Ну, как бы, правого голоса они имели, но их мнение особо ничего не значило. И, по моему мнению, наверное, события с Чехословакией, с Судетской области в Чехословакии, это самый большой проигрыш Лиги наций. Эта карикатура, получается, ну, вот, советская карикатура, о чем она рассказывает? Дело в том, что как только в 1933 году СДАП захватывает власть, и они берут курс на расширение территорий, у Гитлера была программа 25 пунктов, в которой один из первых был про то, что у немцев недостаточно жизненного пространства, нам нужно его расширять. Там очень много, там, в принципе, если почитать, ну, там есть определенная логика, и, в принципе, их можно понять. Там очень много написано про то, что рабочим предоставляют рабочие места, зарплаты, то есть то, чего не хватало. Потому что, ну, не потому что правительство этого не делает, просто потому что ситуация была настолько кризисная. Вот. И они захватывают Австрию, процесс этот назывался аншлюз, и после этого международной Франции, Великобритании и, в принципе, Лиги наций, они подумали, что конфликт можно как-то умять. Тем более, что Гитлер заявлял, что мы всего лишь собираем немцев, мы всего лишь хотим объединиться. Давайте, вот у нас немцы живут в кусочке Чехии, Чехословакии, мы очень хотим, чтобы они жили с нами. Можно мы заберем этот кусочек себе? Ну, ладно, забирайте. Вы же больше ничего не возьмете? Да-да. Вот. И это событие, оно получило название Мюнхенский сговор, потому что, по сути, Германия, Великобритания, Франция и Италия, они как бы приняли соглашение за другую страну. То есть просто так взяли, ну, ладно, кусочек Чехословакии. Это, вот этот кусочек, это Судетская область. Это, как бы, там действительно жили немцы, но только вместо Судетской области была захвачена вся Чехословакия. Но то, что было дальше, мы с вами знаем. Вот. И получается, что, наверное, как я считаю, Европа не смогла отправиться от Первой мировой войны, но, возможно, хоть какой-то урок в плане политического урегулирования конфликта, в плане мирных договоров, она все-таки смогла вынести. Потому что, как минимум, после... Ну, это спорный момент, потому что, с одной стороны, все-таки после Второй мировой войны Германия была разделена, и как бы она тоже находилась под контролем, но вот нету такого ощущения, как после Первой, когда просто решили, мы победили Германию, давайте заберем у нее все, ну, а потом разберемся, как будет. Вот. Потому что то, что у них не было колоний, то, что огромные репарации, при том ни одному, ни какому-то союзу, а каждой из стран, то, что им нужно было каким-то образом выживать, при том, плюс еще экономический кризис, который был мировым, это все, оно стало вот этим вот комплексом причин, который, наверное, довел до Второй мировой войны. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ